Вчера работало ТГО и ночью они, скажем так, пошли на пересменку, сегодня с утра опять там, восстанавливаем, кстати, освещение там вчера, оно было побеждено, в подвале работают второго номера. Я надеюсь, что сегодня они его запустят, потому что от Морозлиевской это отвепление идет и, соответственно, был порыв на трассе, в подвале. Я надеюсь, что сегодня они закончат. Вот до того, как началось аппаратное, я общался как с директором ТГО, так и с директором КП ЖКС, потому что попросили помощи от ЖКС в восстановлении освещения по подвалу, то есть они идут дальше работать, надо, чтобы там было светло. В принципе, теплом обслуживается от центрального отопления свыше 3,5 тысяч домов. Извините, по каждому адресу мне сложно дать конкретно, но стандартная ситуация, если случается, к сожалению, это случается, заливы от разрыва домовых коммуникаций, они решаются индивидуально, конечно же, путем немедленного вызова теплотехника для того, чтобы перекрыть или стояк, или даже дом. И с последовательным устранением аварии, соответственно, выстраивание отношений между управляющей компанией и пострадавшей стороной. Есть горячие телефоны, есть колл-центры, и, соответственно, есть такие службы в каждой райадминистрации, немедленно сообщать для того, чтобы вышел работник и перекрыл теплоноситель. Сейчас мы работаем по квартирам, по отдельным стоякам в квартирах, по отдельным домам, когда по той или иной причине, вот даже мы слышали из уст мэра, вот существует проблема в доме, у которого крышная котельная, которая находится за пределами города. Но мы такие проблемы решаем путем приглашения и управляющих компаний, и энергоснабжающих компаний. У нас тоже такие случаи встречались, но мы это решаем. Соответственно, на всех штабах, когда были при подготовке к отопительному сезону, мы приглашали как эксплуатирующие организации, хотя они вроде бы должны выстраивать свои взаимоотношения с обл.энерго, допустим, на договорных отношениях, и с НАК «Нафтогазом» получение номинации. Тем не менее, мы на эту ситуацию влияем путем того, что организовываем диалог между должником, допустим, и кредитором. По ТЭС подключены все адреса. Просто работаем индивидуально сейчас с каждым домом. То есть подача теплоносителя организована. Случается авария, естественно, на время прекращается подача, пока не устранят аварийную ситуацию, и по-новому запускают дома. Если есть, еще раз повторяю, в отдельных домах, в отдельных квартирах, по отдельным стоякам, есть проблема, надо обращаться в управляющую компанию, которая эксплуатирует дом. И, соответственно, будем принимать пол. То есть наша задача, чтобы не было недостатка в тепле в каждой квартире, в каждом помещении.